Весна красна, наконец-то пришла, вот сегодня солнышко, конечно, с 1 марта я вступаю в свои права. И, конечно, будут честь ручьи, будут свести подснежники, будет расти травка и зеленеть деревья. Конечно, весна в душе и в сердцах во всех нас. Любите и будьте любимы всегда! С праздником! Такое хорошее настроение у главной героини праздника весны не случайно. Мы, дичемцы, ее приближение отпраздновали на широкую ногу. В Центральном парке участниками традиционных масленичных забав стали десятки человек. И старый млад, развлечений хватило на всех. Самые смелые поборолись на подушках. Победительницей одного из раундов стала юная мытищенка Елизавета Сорокина. У меня это впечатление хорошее, результаты тоже хорошие. Ты выиграла? Да. Ты масленицы любишь? Да. А что ты, Юля? Потому что можно есть блинчики и можно всех поздравлять. После таких активных конкурсов любимое масленичное лакомство – блинчики – становится еще вкуснее. Подкрепившись, можно заняться и творчеством. На мастер-классах от преподавателей школы «Архимед» любой желающий мог своими руками сделать традиционные сувениры. У нас целых три мастер-класса. Мы делаем солнышки, вот такие аппликации из бумажных тарелочек и приклеиваем на палочки. Потом мы делаем очень красивых птичек. Расписываем специальными керамическими маркерами, с керамической краской расписываем медальоны в виде солнышек и птичек, опять же. Не до отдыха в этот день было и сотрудникам Матищинского историко-художественного музея. Они организовали игру-квест «Живая старина» – мини-экспозиция, с помощью которой желающие смогли не только увидеть вещи из быта наших предков, но и попробовать их в действии. Мы загадываем загадку, и ребята пытаются отгадать, что это за предмет. Когда они отгадали этот предмет, нашли его в музее, то мы рассказываем об истории появления этого предмета. Все рассказываем интересное о нем, и дадим детям потрогать этот предмет, может быть, лапти померить, надеть санучими, высечь искру с помощью кристалла и кремня. Затем потаскать воды на коромысле с ведрами, и также примерить сарафан, примерить украшения, какой-то головной убор, много разных предметов. Активное участие наряду с детьми во всех акциях и конкурсах принимали и взрослые. Мужчины показывали силушку богатырскую, а женщины демонстрировали свое умение вести хозяйство. Тяжело, скажите? Да. Куда я дальше-то идти? В общем, проводили мы, тищенцы, зиму на ура с песнями и танцами. Пришлось, конечно, постараться, уж больно затяжная в этот раз она получилась. Но все, кто участвовал в масленичных гуляниях, уверены, теперь тепло придет надолго, а солнышко будет выглядывать почаще. По крайней мере, мы, тищенцы, сделали все, что для этого необходимо. Ведь в масленице главное – это соблюсти традиции. Анна Раченкова, Олег Степанов. Информационная программа «День». Анна Раченкова, Олег Степанов. Анна Раченкова, Олег Степанов.